Ну что ж, остается где-то два дня до выхода Shadowlands. Вот, в принципе, мои три персонажа. Ну, Охотник это, я им играл где-то несколько лет назад. То есть я уже не помню, когда последний раз играл, наверное, где-то в Warlords of Draenor. Я им давно не играю, докачал где-то до 99 уровня. Ну, по тому времени до 99, сейчас уже другие уровни после предпатча. Рога, рога я играл в... вот все в ФА, по сути, прошел рогой. Тоже покажу его, продемонстрирую. Ну, по сути, какой там до предпатча, это был где-то гирскор, я не помню, 470, наверное, где-то так. Примерно на том уровне. Сейчас вот такой вот. Я, по сути, после предпатча уже им не играл. То есть вот, когда предпатч произошел, я только вошел там, респектнул его немного и все. Не играл ему. Вот, по сути, моей новой основой будет, по крайней мере, на Shadowlands танк. Паладин. Тоже его покажу. Будет далее некоторые моменты геймплея на нем. Вообще, на танках никогда не играл, это как бы новая для меня будет роль. Слегка непривычный, надо вот тренироваться, учиться. Но я сейчас уже особо не играю, уже в Shadowlands буду играть. Примерно где-то до синимых ключей я дошел. Синимые ключи, в принципе, танкую. И все. Ну, дальше уже в Shadowlands буду играть. Что такой смысл уже сейчас пушить ключи. Я и так в Shadowlands там на сюжетке одену персонажей и так далее. Вообще, конечно, очень жду Shadowlands, потому что, во-первых, бафа уже мертвая, то есть там делать особо нечего. Пати очень сложно найти. Да уже полгода назад было сложно найти, да, то есть буквально там 4 человека на ключ найти. Не знаю, там 30 минут занимает. Очень много. Надеюсь, что Shadowlands живет, да, будет уже не так все печально. Еще башня появится новая, вот я тоже из-за этого жду. Новая башня, которая, как я понял, у нас с бесконечной сложностью. То есть там постоянно вам усиливаются с каждым уровнем. Тоже вот что. То есть я хочу ключи пушить и башню. Ну, разумеется, после прохождения сюжетки. Буду выкладывать видео, я не знаю, стримы, наверное, тоже обязательно. Подписывайтесь на канал на Твиче. Ссылку я оставлю в описании. Ну и также будет видео обязательно, я думаю, по прохождению ключей, по прогрессу на башне. В бету я не играл, то есть для меня это все новое будет. Этот контент я еще не проходил, он так на стримах немного видел. Да это же и на стримах особо не смотрел. То есть этого чисто новый контент для меня будет. Рид, конечно же, новый будет. Вот печально то, что летать нельзя будет. То есть полеты откроются потом. Вот на старте Shadowlands придется бегать на ногах. Вот не очень удобно. Ну что поделать. В свое время я в BFA на самом деле немного играл. Я в BFA начал играть где-то в начале этого года. Ну, 2020. Вот, потом прерыв летом был. И примерно за два месяца до выхода Shadowlands я опять начал играть. Вот, то есть в BFA я чисто вот под конец, по сути, последний год только бегал. Ну вот как 8.3 вышло. Вот только где-то 8.3 я играл. Ну тут уже, конечно, в Shadowlands с самого начала ворвусь. На рейды буду ходить с кланом. Надеюсь, там вроде люди набираются в клан. Тоже я видосы буду укладывать. Ну или на стрим тоже буду это делать. Посмотрим, как время будет. Главное, подписывайтесь на канал на YouTube. Подписывайтесь на Twitch, чтобы я как бы видел активность. На Twitter, на Facebook тоже можете подписываться. Но на Facebook не обязательно. Вот, главное, на Twitter. Не забывайте подписываться. Опять же, еще быстрая прокачка будет. Это тоже круто. Теперь уже 60 левелов, да. То есть более плоская система уровней будет. Как бы у площад уровней. Но мне тоже не очень интересно, потому что я, по сути, основу уже вкачал на 50-го. Вот этот вот Дриней Паладин. Я не думаю, что буду других персонажей качать. В Shadowlands, ну посмотрим. Но я не думаю, что что-то другое буду вкачивать. Наверное, мне лень уже будет. Вот, а так, в принципе, даже сказать-то нечего. Я вот жду. Жду выход в Shadowlands. Пушить ключи, пушить башню. PvP мне, в принципе, неинтересно. Никогда было. Точнее, не было никогда интересно. Вот PvP без разницы. Ну, там поначалу вроде шмотки будут норму подать. Может быть. То есть ради шмоток побегать в PvP. Так, не вижу смысла для себя. Так, телефон пищит. А так, в принципе, как-то так. Звук должен быть получше. Теперь в видео я как бы... Ну, по-другому звук начал записывать с обработкой. То есть звук с микро должен быть получше. Вот. Насчет звука самой игры не знаю, на самом деле. Как-то так. Итак, приложение Курс Форш, вот новое. Недавно узнал. До этого я использовал бы приложение отвеча, но 2 декабря его поддержка прекратится. Как тут написано. Скачал приложение Курс Форш, оно бесплатное. Ну, получается, есть бесплатная версия, есть платная, без рекламы. Но у меня, в принципе, реклама вот и так не отображается. Тут просто окно черное. Тут все аддоны адаптированы. То есть то, что было в приложении отвеча, тут уже все это будет. Ты просто нажимаешь на кнопку обновить. Ну, в принципе, то же самое, что в приложении отвеча. По сути. Также Get More Edents. Тут все аддоны. Игры. Чет-то я половину этих игр не знаю. Аддоны для World of Tanks даже есть. Secret World. Вот, короче. Ну, считай, то же самое, что в приложении отвеча. Только это, получается, личное от создателей вот этих всех модов, от Курс Форш. Личное приложение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok